Вчера в правительстве региона состоялось совещание под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова. Темой встречи стал вопрос по защите информации. Первым с докладом выступил министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов, который рассказал, на каком уровне находится обеспечение защиты информационных систем органов госвласти, а также объектов критической информационной инфраструктуры региона. Одним из условий обеспечения защиты информации является аттестация государственных информационных систем. В настоящий момент в Республике Дагестан аттестовано 6 государственных информационных систем и 2 системы находятся в процессе аттестации. В текущем году управлением СТЭК России по Южному федеральному округу и СКФО согласована одна модель угроз на региональную геоинформационную систему Республики Дагестан. Он также подчеркнул, что обеспечением безопасности должны заниматься квалифицированные специалисты, которые имеют профильное образование. По его словам, сейчас в регионе наблюдается дефицит таких кадров, и поэтому в течение двух лет нужно укомплектовать структурные подразделения квалифицированными специалистами до 70%. В совершении отчета Юрий Гамзатов добавил, что Минцифры Дагестана с российским разработчиком программного обеспечения RedSoft планирует уже в следующем месяце провести дистанционное обучение для сотрудников органов исполнительной власти и местного самоуправления по административанию операционной системы. Минцфры Дагестан совместно с российским разработчиком программного обеспечения RedSoft планируется в июле текущего года провести дистанционное обучение сотрудников органов исполнительной власти и местного самоуправления Республики Дагестан по администрированию российской операционной системы. Данный курс позволит существенно повысить навыки работы с российской операционной системой и ускорить процесс перехода органов власти на российское программное обеспечение. Следующим докладчиком выступил первый заместитель министра энергетики и тарифов Денислам Имман Мурзаев. Он рассказал о мерах, принимаемых ведомством для информационной защиты субъектов энергетики. По его словам, для обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры ПАО «Росети», Росгидро и ООО «Газпром», «Трансгаз», «Махачкала» созданы комиссии по категорированию соответствующих объектов. Так, в процессе работы комиссии филиалом ПАО «Газпром», «Гидро», «Дагестанский филиал» определены 17 объектов, из которых 10 присвоена третья категория значимости. Филиалом ПАО «Росети» Северокавказского предприятия Магистрон-Электрической сети определены 19 объектов, из которых 3 присвоена третья категория значимости. Аналогичная работа проведена в Газпром «Трансгаз», «Махачкала». В предприятии реализованы мероприятия по категорированию объектов критической информационной инфраструктуры. Перечень проведенных мероприятий работ не направлялся в Министерство в связи с тем, что главная организация не согласована с представлением указанных данных. Денислам Иман-Мурзаев также отметил, что в каждом предприятии есть сотрудники, ответственные за безопасность функционирования и эксплуатацию объектов КИИ. Помимо этого ведется работа по модернизации существующей комплексной системы управления информационной безопасностью, реализации требований по защите объектов критической информационной инфраструктуры. В завершении заседания глава Кабмина поручил ответственным лицам рекламентировать деятельность по выявлению, анализу и устранению критических уязвимостей в информационных и операционных системах с учетом методики уровня критичности уязвимости программных, программно-аппаратных средств, утвержденных в СТЭК страны. Продолжение следует...